Катерина волнуется. Это первая встреча со зрителем со времен пандемии. Концерты в режиме онлайн уже стали обычным делом. Сегодня все иначе. Звукорежиссер и мастер по свету на местах. Последние штрихи и дополнения учли. Все готово. Я, конечно же, волнуюсь, потому что мне очень хочется увидеться наконец со своими зрителями не онлайн. Мне хочется глаза в глаза вложить в их души, в их глаза, в их уши. Вот все, что я подготовила. Это не первый сольник Катерины Нефедовой. Надо отметить, что певица с особой тщательностью подходит к выбору материала и традиционно никому не доверяет роль конферансье. Весь концерт на одном дыхании. Я считаю, что никто лучше меня не скажет этот текст. И вообще то, что я сама написала, я скажу лучше. Зрителей в зале не так много, как обычно. До последнего момента не было уверенности, что получится провести концерт в традиционном формате. Но те, кто пришел, не скрывают радости и с удвоенной силой поддерживают любимую певицу. Я, конечно, все сделала, чтобы этот концерт имел нужную глубину, несмотря на его такую триумфальность, на его такую победно-праздничность. Потому что я изучила очень много материала, даже письма немецких солдат, которые были вынуждены признать, что наша армия очень отличалась от армии в Европе, где они прошли, в общем-то, почти что прогулочным шагом. И что они все отмечали как раз стойкость мужества, которое они нигде не видели в мире. Тема Великой Отечественной войны для Катерины одна из самых важных. Уже были концерты, но в этот раз репертуар выбран более оптимистичный и праздничный. Звучат песни марши, которые в годы войны поднимали боевой дух солдат. А в финале – «Широка страна моя родная». И в этот раз не обошлось без знаменитой «Катюши». Правда, пришлось петь ее окопыльно. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Поплыли туманы над рекой. Выходи на берег, Катюша, на высокий берег, на крутой.